Здравствуйте, Майкл говорит. В последнюю неделю в сети только и разговоров, что о Леониде Волкове, Марии Певчих, Леониде Невзлине и Михаиле Ходорковском. Все иностранные агенты входят в список экстремистов и террористов, а Невзлин так вообще в России давно и заочно приговорен к пожизненному заключению. Как известно, Певчих и Волков обвинили Невзлина в том, что он по причине личной неприязни заказал избиение Волкова в марте 2024 года. Мол, избить надо было до такой степени, чтобы Волков на коляске ездил, а потом еще его переправить по тайным каналам в Россию, чтобы его там посадили. Ну, это уже что-то из Джеймса Бонда. До самого ужасного не дошло. У Волкова была сломана рука и крепко побита нога отбивным молотком. Улики против Невзлина очень серьезные, практически неопровержимые, хотя нужно дождаться и профессионального, беспристрастного следствия, тем более, что вести его будет неотечественный следственный комитет. После такого выпада в оппозиционной среде, за границей, начался, как говорится, сущий кошмар. Всплывают какие-то совершенно несуразные дикие истории с подробностями, когда уже сами разоблачители восклицают, да что это вы такое пишете, не было этого, что вообще происходит. Ну, а как вы хотели? Я сейчас скажу несколько прописных истин, базовых вещей, потому что, когда теряешь связь с базой, то начинает штормить, вертеть, а ты только и делаешь, что пучишь глаза. Ведь хотелось все четко и быстро, как Тель-Авив за три дня. Почему же все пошло не по плану? В казино под названием «Политика» чистых людей нет, потому что дело это в целом грязное. 90% политической игры скрыто от глаз обывателя. В этом казино есть все. Кланы, компромиссы, договорники, сомнительные ассигнации, подлоги, компроматы, лжесвидетельствование, двурушничество, укрывательство, дефамация, черный пиар, шантаж, подкуп, манипуляции, злоба, ненависть, расправы. Все это типичная атрибутика политической деятельности, нерегулируемые правила, игры, испытания, как в бегущем человеке. Политика — это война. Особенно в таких третьих странах, как Россия. А война не может быть без жертв. Почему? Ставки слишком высоки. Будущие должности вельмож и сановников. Алексей Навальный, который тоже входит в список экстремистов и террористов, не даст солгать с небес. У него была ставка самая высокая, возможной пост президента Российской Федерации. Алексей играл отчаянно, по полной. Когда в 2020 году его отравили, лечили в Германии, а после он проходил там реабилитацию, то мог ставку понизить, остаться в Европе, быть женой и детьми, стать сверхпопулярным политическим блогером. До лучших времен. Да, ему не пришлось бы больше встречаться с жителями России в различных городах, как он делал до этого. Но Алексей поступил иначе. Пошел ва-банк. Приехал в Россию, был арестован и посажен, а после заморен в тюрьме. Ставка оказалась больше, чем жизнь. Сериал такой был польский про разведчиков. Волков и Певчих могли встретиться с Невзленым в частном порядке, предъявить ему аргументы. Приезжать к стене плача, так сказать, ты что, гад, творишь? Может быть, Невзлен после кратких раздумий закивал бы головой. Ребят, да, погорячился, сорвался, нервный я, псих немного. Но ведь хорошо, что все хорошо закончилось. Ну, небольшие же травмы, все уже зажило. А может быть, и не сознался, но компенсацию ему заплатить бы пришлось за физические и моральные страдания. Все справедливо. И на будущее Невзлен стал бы менее нервным. На том бы и разошлись, списав крайне неприятный инцидент на издержки занятия политической деятельностью, как уже было сказано, делом грязным. Все равно никакой Израиль его не выдаст, никуда, нигде он сидеть не будет, даже если кто-то что-то докажет, на что уйдут вполне себе годы. Вспомните, Муаммар Каддафи не признал вину за взрыв гражданского самолета над шотландским городом Локербе в 1988 году, когда погибли 270 человек. Но спустя 15 лет Каддафи выплатил по 10 миллионов долларов семье каждого погибшего. И его потом принимали в Европе еще 7 лет до свержения внутри страны. Франция, Италия, Великобритания торговали с ним, продавали ему оружие. Это политика. Певчих же объясняет публичное разволчение тем, что они хотели донести до людей правду. Похвально. Для пионеров. Но вряд ли для оппозиционных политиков. И для политиков вообще. Правда, она ведь как химиотерапия. Одно лечит, другое калечит. Деятельность и репутация оппозиции за рубежом после откровения певчих Волкова катастрофически подорваны. Спрашивается, а при чем тут Ходорковский? Да у них в каждом посте Ходорковский, Ходорковский, как будто он нерадивый опекун, а Невзлин маленький мальчик, за которым не уследили, и он в песочнице лопаточкой голову другому мальчику разбил. Словно Ходорковский, как конкурент, истинная цель. А Невзлин удачно подвернулся. В любом случае, на улице российской властной пропаганды праздник. На всю страну кричат. Посмотрите на этих ничтожеств в Европе. А возразить этим пропагандистам нечего. Что сказать? Наверное, эти люди, которые называют себя оппозицией, скрываются от российских карательных органов за границей, что правильно, конечно, никакие не политики. Они просто диссиденты. Высокомерные, самовлюбленные, бронящиеся диссиденты. Наверное. Но одно можно сказать точно. Российскому народу на все это случившееся наплевать. Может оно и к лучшему.